идем в торговый центр короче пока маски на лице сейчас будем смотреть как нас будет пропускать тут даже можно тут спадить да тут вообще что-то не проверяет как-то на входе даже вон охранника нету ну да ребята зашли мы в самый большой торговый центр у нас галерея чужого который находится в центре людей мало на самом деле но сейчас и будний день конечно и все магазин но не все увидите закрыты до большинства магазинов ужас на самом деле за все заработает уже а эти как лифты 2 на следующем поедем что ли не в толпу не полезен касса едет все значит ничего не работал да ребят такое чувство конец света наступил мы одни выжившие люди вообще никого нет на третий этаж поднялись вообще просто а напомню это один из самых популярных торговых центров города воронежа это галереи чужого мать твою вообще все закрыто его моя не я такого не ожидал на самом деле не ожидал не ожидал смотрите все обувь тут никого нет кстати обувь еще стоит кроссовки и ботиночки и дуфельки то есть такая вот более весенние летних вариантов пока еще нет вообще ну и работают вот там я объявление сфотографировал рыбок карри ну все как бы галереи чужого мы посмотрели поедем дальше сейчас заедем еще в арену тоже один из популярных у нас торговых центров здесь много людей маски на посмотреть тут находится окей внизу туда если спускаться там люди будут по-любому ходить ну и первый этаж а более оживленный так как тут больше магазинов открыто там очень много людей в масках очень многие либо просто подборать носили здесь и вообще любит Тут что-то людей, по-моему, прибавилось. Там уже все величатся. Да? Да, там как из ветра льет. А, ну я в маске. Как я буду разговаривать? Так, в этом все. Нет, он так же снял маску. Вот так. Ребята, ну что, находимся сейчас в арене. Здесь как-то, знаете, ну, может, по оживлению все-таки больше магазинов работает. Хотя с другой стороны присмотреться, может, и так же работает. Хотя там, когда выходили, уже было очень много людей, да? Ну, тут арена северная, тут район, как бы, никуда особо и не сходишь уже, кроме этого торгового центра. Нет, здесь все равно как-то более оживленные, чем у нас. Ну, здесь как-то, может, больше магазинов. Или, знаешь, из-за чего здесь больше света? Тут, наверное, из-за этого просто кажется, что больше оживленно. Согласись, мы там сны, там прям, там почти все магазины подряд были закрыты. А здесь, по-первых, очень много магазинов, где-то и работало. Даже фото можно встречать. Ну, да. Секида работают. Да, кстати. Да? Да, да, да. Вот уже на втором этаже, как поменьше магазинов, открыто. Вот мы наблюдаем то, что здесь уже Белвест не открыты. Какие-то магазины открыты, какие-то магазины не открыты. Белвест и там не работало. Да, ну, тут уже вот более оживленные все-таки. Людей много. Хотя сегодня, как я говорю, тоже понедельник. Я не ожидал, что будет там много людей. Но все равно люди ходят. Есть люди-шпаголики, которые покупают вещи, которые без этого жить не могут. Которые будут покупать всегда вещи, чтобы порадовать себя. Так что нормальное явление. Детские товары работают. У нас еще в Воронеже не снялся самоизоляция. До 14 июня так продлена пока. Но кто знает, может и больше. Но все равно уже город больше оживает. Начинают люди двигаться, на работу ездить. Ну, по-моему, у тебя нормально. Кто-то и не заканчивал работать. Кто-то и не заканчивал работать. Нет, но все равно. Просто все, это заканчивается. Это гребаная пандемия. Уже всем надоело, мне кажется. Уже все не могут дома сидеть. Кто-то говорит, быстрее бы на работу выйти, быстрее работай. Но мне кажется, люди не для того, чтобы работать, а для того, чтобы просто куда-то можно было выходить. Потому что у нас все равно многие люди работают. Ну как, работают днем, домой приходишь вечером. Люди так привыкли. Так и живут. Уже третий этаж. И все закрыто. Видео так работает, да? Видео Эльдорадо. Ребята, почему мы это все в видео записываем? Не то, что мы прям любим одеваться, деть на торговые центры, чтобы приодеться, прикупить себе новую вещь. Но и тоже к этому все идет. Но потихонечку мы все-таки не для этого начали снимать это видео. Мы захотели приобрести себе мебель домой. У нас развалилась кровать, грубо говоря, да? Которую невозможно уже спать. Она вся скрипит, хрустит уже. Ну, вообще ужасная, короче, кровать. Соседи сверху уже жаловались, замучили бегать к нам. Говорят, ну купите уже себе кровать. И вот мы поехали в торговый центр для того, чтобы прикупить себе мебель. Заехали сначала в один торговый центр. Поднялись наверх. Вот даже мы здесь сейчас стоим, да? Вот. Там дальше находится мебель. И она закрыта. Мы поехали в другое место. Тоже подумали, посмотрим, пощупаем, полежим. Как там матрасик, все такое, как полагается, да? Чтобы пощупать, потрогать. Ну вот, для этого и ездят в торговый центр люди. И мы также поехали. Приехали в другое место. Там тоже все закрыто. Ну, мы поехали в Хов. Хов почему-то открыт оказался. Он находится у нас в Сити Парград. Мы туда зашли, посмотрели все. Но нас не устроило. Мы все-таки потом уже поехали, начали смотреть все в интернете. Нашли в интернете Аскону, да, мебель. Это не реклама, как вы можете подумать. Нашли Аскону. Уже заказали себе такие радостные. Все, класс. Сейчас поедем покупать мебель туда. Приезжаем в Аскону. Там тоже практически все перекрыто. В торговом центре он находится. Ну, мы зашли. Ну, нас встретила девушка в маске, как полагается. Ну, хотя бы маску сняла. Ну, безжадь не находимся. Да, зашли посмотреть. К нам девушка рассказала. Она сказала, единственное, вот цвета нету, какого вы хотите. Можете приобрести серый. Ну, мы такие подумали, блин, зачем нам серый? И все, развернулись, ушли. Не гармонируют. Да, не гармонируют. Ну, потом она перезвонила, сказала, стоит уже в два раза дороже, если вы хотите такой серый. Ну, и расстроились. Ну, и пошли в интернет-магазин. Хорошо, что есть интернет-магазины. Закупили там мебель, все, нам скоро должны привезти. Короче, вот так. Оказается, что у нас город оживает, но не настолько оживает, как хотелось бы. Что не все вещи первой необходимости, ну, к сожалению, уже можно купить. Та же мебель, которая необходима в данной ситуации. Но, к сожалению, ее приобрести, возможно, только через интернет-магазин, не потрогав, не увидев, как это вообще выглядит в действительности. Скажу честно, это довольно сложно. Неизвестно, подойдет ли цвет, потому что выбор цвета в интернете – это очень тоже сложно. Не факт, что нас устроит. Но, в любом случае, мы сделали попытку. Мебель приобретена, ждем доставки. Ну, все-таки, торговые центры должны немножко уже оживо. Ну, до 14 июня у нас сейчас еще продлен карантин. Многие магазины не работают. Многие. Вот, галереи чужого мы заходили. Не работают практически все. Ну, как там, работают единицы. 80% не работают. Вот мы ездили еще там вчера в магазин, да, Сити Парград. Но сейчас мы не доехали. Там вообще практически все не работает, кроме продуктовых магазинов. Вот такая вот вещь. Я думаю, что должно все это уже заканчиваться. Должен заканчиваться весь этот карантин. Люди должны уже оживать, должны уже ходить, веселиться. Все-таки лето на дворе. Мы пока еще в куртке. 1 июня мы еще до сих пор в куртках ходим. Дождь поливает, как из ведра. Это ужас какой-то. Не, ну, так вот. Кому понравилось видео, не забывай подписаться на меня. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. Так что подписывайся на нас. Ставь большие-большие лайки. Всем удачи и пока.